Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о самом главном Android магнитолах, в частности о магнитолах Дженсун. В самом главном Android магнитоле есть музыка, звук. Именно от того какой будет звук, зависит качество магнитола. За что это отвечает? За это отвечает соответствующий чип. Какие же чипы устанавливают на Android магнитолы Дженсун? Самый популярный чип это TDA7851, а также 7315. Чем же они отличаются друг от друга? Перед этим, чтобы начать об этом рассказывать, давайте посмотрим какие важные характеристики должен иметь этот чип. Первое это качество звука. Это важнейший элемент, который позволяет в качестве использовать ONG, то есть низкочастоты в выходном каскаде магнитолы. Именно эта микросхема, а точнее усилитель, будет давать именно тот уровень звука, о котором вы мечтаете. Мощность звука за это отвечает уже амплитудно-частовые характеристики, АЧХ. И естественно, чем они более высокие, тем лучше ставить динамики. Например, именно с таким высоким уровнем мощности ставят обычно динамики 2 Ома. Но это устанавливается в автомобиле премиум класса. Расскажу, чем все-таки это отличается. MOSFET можно иногда увидеть на магнитолах эту надпись. Если производитель не обманывает, то в его изделии используются микросхемы ONG, которые зато по технологии MOSFET. Но чаще всего Дженсун использует именно эту технологию. Она очень известна именно для того, чтобы выравнивать уровень шумов и отсутствие высокочастотных помех. Эта технология позволяет. Теперь давайте разберемся по частотным характеристикам и почему нельзя делать некоторые вещи, которые все-таки делают клиенты. Например, покупая магнитолу в автомобиль, у вас стоят штатные динамики. Штатные динамики обычно сделаны из бумаги. И их мощность бывает 2, 4, 8 Ом. И не мощность, а сопротивление. А ватты не больше 15 Вт. Соответственно, и тут нужно рассматривать, что нужно покупать. Основной чип, который устанавливается в магнитолы Дженсун с 4G на 8-ядерные, это чип 7851. Вот его технические характеристики. Максимальная мощность 40 Вт на канал. При акустике с импанденсом 4 Ом. Акустика с нагрузкой 4 Ом дает 4 канала по 40 Вт максимум. 4 по 28 4 Ом. И акустика с нагрузкой 2 Ом, да и можно поставить 4,72 Вт максимум. То есть 4 на 52 2 Ом. Соответственно, мы получаем что? Что данный чип позволяет поставить достаточно мощные динамики. Обратите внимание. То есть вы можете поставить динамики 28-30 Вт, либо 52 Вт. 75 Вт можно ставить на этот чип. Это как бы позволяет, данный чип нормально будет работать. И можно сделать выводы. То есть отличная передача звука, четкие фронты в низком сегменте звучания, нет эффекта замедленности звука и слепания частот. Все гармоники ярко выражены. В усилителе встроены различные виды защиты, в том числе и тепловые. Учисляется контроль токов смешения между каналами, адаптация под изменением питающего напряжения. Но! Возникает тут одно но. Если же у вас будут динамики обычные, и они будут штатные, бумажные, на 15 Вт, то, скорее всего, со временем эти динамики выйдут из строя. Потому что, если вы, конечно, будете использовать максимальную их мощность, а не будете придерживать звук. Соответственно, не имеет смысла ставить такой чип, если в будущем вы не планируете заменить динамики. Или же, если вы его все-таки поставили и купили магнитолу с таким чипом, то, наверное, нужно подумать о том, чтобы не включать звук на максимум. Но эти ощущения сразу появляются, когда вы включаете к максимуму. Что происходит, если поставить в обратную сторону? То есть, вы купили магнитолу более дешевую, то есть, без 4G, и там стоит чип 7315, то технические его характеристики значительно ниже. Давайте посмотрим, какие там технические характеристики. Там оно выдает нагрузка 4 Ома, 4 на 40 Вт максимум. То есть, максимально, что оно дает, 25 Вт. Но, но, на практике показывают, что на самом деле всего 15 Вт на 4 Ома. 2 Ома устанавливать нельзя категорически. То есть, акустика с нагрузкой 2 Ома не поддерживается на этом чипе. И данный усилитель не будет работать с такими динамиками, они пропросту умрут со временем. Что происходит, если поставить хорошие дорогие динамики на 55-75 Вт, на такой чип 15 Вт? Ну, скорее всего, через некоторое время у вас умрет этот чип, и вам потребуется его заменить. Он просто перегреется и перестанет работать. Поэтому не все так просто. Нужно всегда иметь соотношение. Как видите, покупая мощный чип и на дешевых динамиков, или выбрать дешевый чип и на хорошие динамики. Ну, так не бывает. Нужно выбирать правильно. То есть, если у вас стоят штатные динамики, то вам подойдет 15-й чип. Если же вы поставите магнитолу дешевую на 15-м чипе, и при этом в будущем замените динамики, у вас умрет чип магнитола. Если же вы купите магнитолу с дорогим чипом 51-м, а у вас будут динамики стоят простые, штатные, то, скорее всего, нужно будет контролировать звук. Иначе вы просто потеряете эти динамики. Если же в будущем вы их замените, и это будет правильным для такой магнитолы, то, конечно, это имеет смысл. И совсем другая история. Если у вас используется усилитель, либо вы хотите поставить очень мощную звуковую систему, 150-120 Вт салбуфер, то, конечно же, прямой усилитель это не выдержит. Вам нужно будет использовать линейный выход, подключать дополнительный, специальный, дорогостоящий, хороший усилитель, к нему подключать соответствующие динамики, и работать непосредственно с этим динамиком. Понятно, вещи абсолютно разные. Номинальная мощность, сопротивление. Все очень сложно для простого пользователя. Но вам нужно заполнить простые вещи. Если у вас штатные динамики есть, и вы не планируете их менять, необходимости в покупке автомагнитолы на 51-м чипе абсолютно нет. Если же вы в будущем все-таки замените динамики, однозначно нельзя покупать на 15-м дешевом чипе. Нужно надо будет просто менять магнитолу в будущем. Вот такая простая арифметика, которая позволяет, в принципе, понять, как же выбрать и на каком чипе выбрать. Очень часто клиенты спрашивают, а какой у вас чип стоит. И каждый раз приходится объяснять, что это зависит от ваших возможностей финансовых, и будете ли вы в будущем что-то менять. Ведь динамики хорошие, динамики, на металлической основе, то есть когда у вас диффузор металлизирован, стоят не меньше магнитолы, которые вы поставите, а иногда даже больше. Поэтому нужно учитывать эти моменты. И понятно, важнейшим параметром, который есть, это есть процессор. Второй параметр – это чип. Третий параметр – это когда все это собрано в комплексе. Только тогда вы получаете шикарный, отличный звук. Если же, конечно, вы будете только делать частями, сделаю там такое, куплю получше, покруче на 6 гиг оперативки, а не поменяю, например, динамики, то смысла в этом обновлении, в принципе, никакого нет. Нужно делать все в комплексе и правильно. Иначе прибор либо прослужит недолго, либо в нем будет много проблем. На этом хочу анонсировать еще небольшое видео, которое будет готовиться. Это новое программное обеспечение Jansun UE3, которое уже устанавливается на все продукты Jansun. Мы также сделаем его бесплатную раздачу. То есть мы будем раздавать это программное обеспечение, когда оно пройдет полное тестирование. Сейчас оно ставится на новые магнитолы с маркировкой. В конце будет установлено X. Если вы будете покупать магнитолу с маркировкой в конце X, то у вас будет специальное разработанное программное обеспечение нового поколения. Посмотрим, чем оно лучше в видео. Попробуем проанализировать это все. А на сегодня, вот вы видели, постоянно менялись фотографии и технические параметры. Так выглядит этот чип. Кстати, он стоит недорого. На самом деле чип стоит 5,5-10 долларов максимум. И вы можете без проблем его заменить, если он у вас перегрелся и сгорел. Ну, насчет без проблем это я утрирую. На самом деле нужен профессиональный мастер, который умеет паять и заменять именно данный чип. Это нужен микроскоп, нужно умение паять схему. То есть нужно уметь это делать. Иногда китайцы просто меняют полностью плату. Сами они не заменяют чип, они меняют полностью плату. Но наши умельцы, вы можете без проблем приобрести чип, если у вас накрылся звук. И надеюсь, ваши дорогие автолюбители, что ваш автомобиль, а также музыка Джан Сун вас будет радовать всегда. До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!